Итак, то, что вы видели до данного момента, это была подготовительная работа. Показал я вам ее для того, чтобы вы представляли, как осуществляется сборка ящика и подготовка. Сейчас мы с вами перейдем непосредственно к расчету высот направляющих и их установки. Перед тем, как вычислить, на какой высоте должны быть установлены направляющие, нам нужно составить небольшую схему. И вот на этом мы сейчас с вами заострим внимание. Значит, смотрите, когда вы что-либо рисуете, очень важно проставлять все размеры, в том числе и зазоров. Вот у меня нарисована тумба еще раз. В соответствии с эскизом мы видим, что высота фасада у нас 150 мм. Зазоры вверху 3 мм, 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 3 мм и идут внизу 2 мм. Как так получилось? Значит, объясняю все сначала, чтобы было понятно, откуда что взялось. Рисую вот так вот сбоку стойку. Значит, это вот стойка, высота у нее 768 мм. Значит, здесь у нас рисую фасад 1, 2, 3, 4, 5 мм. Значит, в соответствии с эскизом я указал, что здесь по 150 мм высота. Вот, 150 мм, 150 мм. Между фасадами у нас по 3 мм высота. Здесь 3, здесь 3, здесь 3, здесь 3, здесь 3, здесь 3, здесь 2. Как так получилось? Берем калькулятор и проверяем наши расчеты. Значит, высота 768 мм, минус 3 фасада 150, 150, 150, 150. Берем на всякий случай фасад, меряем его размер, потому что распиловщики могут допустить ошибки при распиловке. Плюс-минус миллиметр могут угнать. Значит, я здесь вижу, что у меня размер фасада 150,5 мм. Ну, тут толщина кромки 0,4 мм, видимо, распиловщики напилили не очень ровно. И получилось на полмиллиметр разница. Значит, но мы это пока не учитываем, полмиллиметра не имеет большой важности. Значит, у нас есть число 768, это стойка, и 5 фасадов. Значит, минус 750, 150 на 5 это 750. У нас получается 18 мм. Соответственно, это у нас 18 мм, это на зазоры, на все зазоры, которые здесь есть. Значит, раз, два, три, четыре, пять на три это 15. И вот здесь вот было неправильно нарисовано, здесь тоже у нас должно быть 3 мм. Но, так как у нас фасад, как я сказал, на 0,5 мм больше, мы фактически померили, да, то нам где-то нужно, ну, эти 5 мм взять, как говорится. Поэтому мы сделаем 0,5 мм, вернее, полмиллиметра. Мы здесь сделаем двоечку и здесь сделаем двоечку. Вот. Между фасадами будет 3, а сверху-снизу будет по 2 мм. Итак, далее, что нам нужно, с чем нам нужно определиться? Нам нужно определиться, на какой высоте будет у нас установлена направляющая. Направляющую мы можем поставить снизу, например, вот таким вот образом. Вот. Как бы прикрывая вот этот конфирмат. Но так как у нас вот эта ответная часть, она у нас тоньше, видите, все равно конфирмат не получится прикрыть, если мы поставим снизу. Поэтому смысла нет устанавливать ее так. Можем, конечно, ее сверху установить, вот так вот, управляющую. Вот. Но я решил ее поставить посередине. Вот так. Значит, высота стойки у нас фактическая получилась 91 мм. Видите? Потому что кромку здесь наклеили, кромку здесь по 0,4 мм. Было 90 мм напелено, а в итоге получилось 91 мм. Ну, значит, 91 мм, это не играет большую роль. И мы просто берем за отметку середину не 45,5 мм, а 45 мм. Мы можем также взять 30 мм или 20 мм. Какое угодно значение. Главное, что мы считаем от низа. Вот этот момент нужно понимать. Понимать. Значит, 45. Далее мы переносим это значение на наш эскиз. Значит, вот здесь вот на высоте от низа 45 мм у нас будет проходить линия, по которой мы будем крепить направляющую. Но, кроме этого, у нас еще должен быть зазор между нижней частью фасада, вот этой нижней частью, и между нижней частью стойки. То есть, фасад мы можем закрепить либо вот так вот, либо вот так вот со смещением, да, либо вообще вот так вот. Ну, в общем, каждый крепит фасад так, как считает нужным. Я, когда креплю фасады, я оставляю снизу 15 мм. Делаю это для того, чтобы на всякий случай, если придется подхватить фасад, я мог использовать такой вот 15-мм уголочек, вот, чтобы его не было видно. Вот, поэтому у меня здесь расстояние от низа фасада до стойки 15 мм. Значит, это расстояние мы тоже здесь вот указываем. 15 мм. Теперь у нас получается следующая схема. Смотрите, как нам вычислить высоту крепления вот этой направляющей. Мы берем первое значение 2 мм до низа фасада. Потом плюс 15 мм. И плюс 45 мм. У нас получается 62 мм. Это первое значение до линии, на которой должен быть расположен направляющий. Теперь следующее значение. Каким образом мы высчитываем? У нас будет находиться направляющий на точно такой же высоте. 45 мм от края. Соответственно, мы можем начать складывать вот таким же образом эти все числа. Но для упрощения процедуры я вам просто подскажу, как это делается. Значит, у нас фасад 150 мм плюс 3 мм зазор. Соответственно, высота следующего фасада начинается рассчитываться с высоты 153 мм. А дальше идет повторение вот этих чисел. 2 мм плюс 15 мм плюс 62 мм. Но здесь у нас 3 мм зазора. Соответственно, здесь у нас будет 3 мм плюс 15 мм плюс 62 мм. Мы делаем следующее вычисление. Я вам сейчас покажу и то, и то. 2 плюс 150. Получается 152. Плюс 3. 155. И вот к этому 155 нам нужно прибавить 15. Вот это вот расстояние. И 45. Плюс 15 плюс 40. 45. Получаем 215 высоту. Следующую. Следующую высоту, чтобы нам высчитать, нам не обязательно складывать столько цифр. Я вам просто показал пример, как их считать. Нам достаточно к числу 215 прибавить высоту фасада плюс расстояние между фасадами. То есть 215 плюс 153. Получается 368 мм. Следующая высота у нас будет на высоте 368 плюс 153. 521 мм. И следующая высота у нас будет на высоте плюс 153. 674 мм. Таким образом, если мы размечаем, то у нас получается, что все ящики находятся одинаково размечены. Теперь нам нужно просто эти данные 62, 15, 215, 368. Перенести на стойки. Собираем направляющие. Берем рулеточку. И в соответствии с этими данными производим разметку. Значит так. 62. 215. 368. 521. И 174. Теперь берем угольник для ускорения процесса. Если вам не был понятен мой расчет, начните смотреть видео сначала, чтобы вам была понятна логика. Итак, я начертил линии. Теперь нам нужно разобрать направляющие. Для тех, кто впервые видит эти направляющие, показываю, как она разбирается. Направляющие выдвигается. Здесь у меня есть рычажок. Мы этот рычажок нажимаем, и эта часть выезжает. Собирается направляющая в обратном порядке. То есть, опять задвинули, и она собралась. Итак, вот эта часть, которая широкая, она у нас устанавливается на стойку. Перед стойки у нас здесь. Направляющая должна выезжать вперед, соответственно. Нам нужно вот таким вот образом ее разместить. Вытаскиваю направляющие. Мы видим здесь вот эту линию, которую мы нарисовали. В принципе, отверстие у нас продолговато. Если мы закрепим саморез не очень ровно, мы имеем возможность регулировать положение направляющей. Все. Теперь для точности сборки начинающим советую наметить отверстие шилом. И закручиваем. Закрутили здесь. Закручиваем сзади. Одна направляющая установлена. Таким же образом установлены все направляющие. Я это сделаю за кадром. Закручиваем. Продолжение следует...